Перед началом традиционных соревнований, посвященных предстоящему дню сотрудника органов внутренних дел, стражи порядка собрались возле мемориала, установленного в память о погибших сотрудниках полиции. После полицейские направились на спортивный стадион, небольшая разминка и на старт. Первый вид соревнований – бег. Участвуют 8 команд – районных отделов полиции, коллектив неведомственной охраны, ДПС, УВД и ОМОН. Эстафета включала шесть этапов – никаких кроссовок и спортивных костюмов. Бежать нужно было в повседневной форме, с дубинкой в руках, а также в бронежилете и в каске. Еще один этап – разборка и сборка пистолета Макарова. Тут у нас проявляются у сотрудников их непосредственно профессиональные навыки, умение обращаться с оружием, быстро бегать, что необходимо, непосредственно их служебной деятельности, где нужно пресекать преступления, догонять преступника и, соответственно, уметь его обезвредить и задержать. В итоге победителем эстафеты, как и в прошлом году, стало управление вневедомственной охраны. Следующий вид – гиревой спорт. Его впервые включили в программу соревнований среди полицейских. Капитан полиции Владимир Величудин рассказывает, к турниру готовились специально, много тренировались, чтобы показать свои лучшие результаты. Такие соревнования нужны. Хорошо бы они проводились прямо там, перед администрацией города, где-нибудь там, если выделить, чтобы все смотрели, какие сильные защитники отечества, какие сильные полицейские защищают, несут службу, чтобы приходили гражданские, болели. В итоге в гиревом спорте самыми сильными были признаны ОМОНовцы. Ну а в перетягивании каната, пожалуй, одном из самых ярких видов состязаний среди страж порядка, самой сильно исплоченной оказалась команда отдела полиции Центрального района. Сегодняшние соревнования открыли череду мероприятий, посвященных предстоящему дню сотрудника органов внутренних дел. Официально их поздравят 10 ноября. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.